Скорее, Игорь, идём! Я только что получил сообщение от Полины! Ну, не только что, недавно. Всем привет! С вами снова я, Вячеслав Исмаилов, или живее. Сегодня со мной только мой оператор Игорь, потому что всё случилось очень спонтанно. Буквально только что я получил сообщение с координатами, где может находиться Полина. Она мне сама отправила, или этот отправил прыгун. Вы помните, что из этого видеоролика прыгун утащил Полину. И сейчас наша задача номер один, это её спасти. Мы отправились, точнее, мы ещё не дошли до этих координат, но здесь я смотрю по карте, где это может находиться. Потому что я только что получил от неё сообщение. Идём, нельзя мерзнуть. Подожди. Под координатам. Да, мы где-то рядом. Как будто бы уже прям на месте. Правда, я не очень хорошо ориентируюсь на местности. У тебя как с картами дела, а? Никак? Да блин. Ладно, да давай. Стой, вот же она, вот, это же Полина. Идём, бежим. Бежим. Поля, поля. Полина, трогай его спирит. Полина, прекратите. Прикону, я не хочу, я не трогаю. Лия, пожалуйста, прекратите драться. Пожалуйста, он не хочет ничего плохого. Лия. Что происходит? Не хочет ничего плохого. Лия, не трогай его. Он хороший. Не трогай. Лия. Не трогай. Лия. Не надо. Лия, не трогай его. Он хороший. В каком месте он хороший? Он же тебя украл. Он не хотел меня красть. Он не хотел, не хотел. Он, собственно, он думал, что ты надавишь. Ты надавишь на меня, я расскажу, кто он. Да кто он такой? Он расскажет. Я не могу этого сказать. Это моя кепка? Ее же забрали монстры. Это моя любимая кепка. Ты ее забрал у монстров обратно? Да, он спас. Классно. Вот. Так почему? Кто он такой? Он тебе сам скажет. Он сказал, что нельзя мне говорить. Почему нельзя? Потому что нарушится. Что нарушится? Давай, выкладывай. Кто ты такой? Почему ты в маске? Почему ты появляешься в самые неожиданные моменты? Почему ты все время молчишь? Я ничего не понимаю. Зачем? Зачем ты отправляешь эти смс? Зачем все эти загадки? Если ты знаешь, кто он, почему ты мне просто не расскажешь? Что? Тебе надо опять. Драдет страшное будущее. Тебе еще рано это знать. Чего? Мне еще не пришло тебе это узнать. Тебе-то откуда знать, что будет в будущем? Потому что я сам из будущего. Даже твои подписчики уже догадали эту тайну. В смысле? Мои подписчики догадались? И типа, что? Я тоже догадался? В общем, тебя ждут большие сложности. Я здесь, чтобы помочь. Но не могу ничего рассказать. Я ничего не понимаю. Так тогда какое будущее меня ждет? О чем ты говоришь? Слушай, ты впервые заговорил. Расскажи что-нибудь. Ты же в курсе всех этих дел. Скряга, Вадим, Шлаг, все это остальное. Расскажи хоть что-то. Тебя ждет битва. Битва? Самая страшная битва. Вадим Шлаг уже рядом. Он сделал новых монстров. И умение удалось его установить. Нам нужно сейчас с тобой перенесы, чтобы сразиться с этим монстрами. С Вадимом Шлагом и всеми остальными его слугами. Это реально из будущего? Капец. Все подписчики хотят знать, кто ты на самом деле. Ты покажешь свое лицо? Когда ты покажешь свое лицо? Я сам сниму свою маску, чтобы показать лицо после битвы с Вадимом Шлагом. После битвы? То есть битва совсем скоро? Битва против Вадима Шлага и его орды монстров? Ты серьезно? Да. Мне не по себе. Почему ты раньше нам этого не говорил? Я просто знаю, что может папа рассказаться на будущем. Поэтому не делаю то, чего нельзя. Я ничего не понимаю. Откуда ему знать, что можно говорить, а что нельзя, что повлияет на ход событий, а что нет? Откуда тебе-то это знать? Ты ведь... Даже если я поверю в эту беспонтовую байку, что ты из будущего, что ты якобы кто-то там из будущего, то откуда тебе знать, что все произойдет именно так, как ты задумал? Тем более, что ты не смог остановить монстров. Я не понимаю этого. А ты не замечал, что я всегда на шаг переди вас? Я знал все ваши движения, я знал, что иногда произойдет. Так что, наверное, я буду... То есть, тупо из-за того, что... То есть, почти все твои предположения сбылись на данный момент? Я ничего не понимаю. То есть ты об этом все знала? Да. Ну, не рассказывала никому. Ну, тебе же только что сказали, что просто нарушится все равновесие. Все, нет, не будет. Если я расскажу, он должен сам это сделать. Он должен сам. Подожди. То есть ты правильно говоришь, что в этой реальности, в этом настоящем, мы проиграли битву с Вадимом Шлаком? И ты вернулся, чтобы все исправить? К сожалению, это верно. Капец. Я на измене, ребята. Это я в шоке просто. Я не знаю. Капец. Я думал, я думал, до битвы не дойдет. Вы вспомните, что в этом видеоролике Вадим Шлак сделал с большим скрягой. А нам придется с ним сражаться еще и с ордой монстров. Капец. Уже совсем скоро Вадим Шлак вам отправит сообщение, где вы узнаете дату битвы. После этого все решится. В этом я буду битву. После того, как Вадим Шлак с нами выходил на связь, нам ничего хорошего не сулило уже. А он снова это сделает. Скажи. Скажи. Тогда. Тогда сумасшедшим. Ведь это был Вадим Шлак. Да. И он выращивал монстров. Ты же это все уже видел. Да ведь? В прошлом. В твоем прошлом, в моем настоящем, в нашем настоящем. Я, Ви, все верно. Это был Вадим Шлак. Он здесь. Полтора года мы его искали. Но по итогу нашел нас он. Если ты из будущего, почему ты не мог все это отменить? Почему ты не мог остановить все это, если шло все к этой битве? Тем более, что мы проиграли эту битву. И ты думаешь, что имея тебя, мы выиграем ее? Я знаю, почему мы в прошлый раз проиграли. В этот раз я исправлю. И мы постараемся одолеть Вадима Шлака вместе. Капец. Капец, капец. Дорогие подписчики, дорогие зрители. Сейчас, как никогда, мне нужна ваша помощь. Обязательно поддержите меня. Поставьте лайки. И напишите ваши комментарии насчет всей этой ситуации. Правда это? Или лжет он? Может быть он такой же предатель? Может быть он такой же агент Вадима Шлака, как оказался по итогу сумасшедший? И в последнее время меня все предают. Все против меня. Полина тоже, тоже с ним на одной стороне. Так что вся надежда на вас, друзья. Только вы, мои дорогие подписчики и зрители, пишите комментарии. Расскажите мне. Я каждый комментарий прочитаю, который вы напишите. И под самыми яркими поставлю сердечко обязательно. Нет, тебя я просто так не отпущу. Рассказывай. Рассказывай больше информации. Я ничего не скажу. Жди сообщения от Вадима Шлака. Какого Вадима Шлака? Что это? Нет, нет, не надо, пожалуйста. Мы его упустим. Нет, это бессмысленно. Что бессмысленно? Он все сказал бессмысленно. Не трогай его. Все. Что он? Он только еще больше вопросов породил. Все время вопросов, никаких ответов. Он сказал тебе все, что нужно. Почему ты его все время защищаешь? Потому что. Ты думаешь? Так надо. Ты узнал. Ты скоро? Тебе тоже придется участвовать. Все узнаешь. Тебе тоже придется по итогу участвовать в этой битве. Как ты не понимаешь? А у него он убежал. У него есть вся информация о ней. Если он из будущего, если он не врет, то он видел эту самую дату. Он помогает. Он помогает. Ты это понимаешь? Я не знаю, что делать. Я не знаю. В таком смятении я еще просто никогда не был. Я реально не знаю, что будет дальше. Ситуация зашла слишком далеко. Да, мы спасли сегодня Полину. Хотя, походу, тебя не надо было спасать. Почему? Потому что ты была в порядке. Ты с ним просто переговорилась опять. И не хочешь принципиально мне рассказать. Я тебе уже сказала, что это все нарушит. А что, если он обманывает? Это не... Я... Очень много времени. Очень много сил. Всех наших ресурсов в компании Via Industries мы потратили именно на это расследование. Мы подвели итоги полутора годовой работы вот в этом видеоролике. Там мы собрали все вещи Вадима Шлака в один чемодан и показали их подписчикам. Там есть стопроцентное догадательство о том, что этот человек задумал что-то недоброе. И сейчас, если верить, что это тот самый прыгун, который якобы из будущего, хотя мне кажется, это какая-то байка полная. Если он из будущего, он подтвердил, что нас ждет что-то плохое, встреча с Вадимом Шлаком. Я не знаю почему. Возможно из-за того, что мы просто знаем слишком много. Пишите ваши версии в комментариях, почему Вадим Шлак на нас обозлился, почему это интересно прыгуну нам помогать и так далее. Ну и если реально будет битва, новая битва монстров, то пишите в комментариях, кого с собой взять на помощь. Пишите, я думаю нужно собирать реально всех. Получается сумасшедший будет на его стороне и монстры. Да, да. Я не знаю, кто будет на нашей, напишите ваши версии в комментарии. Я обязательно их почитаю и самым активным поставлю сердечки в комментариях. Так что, я не знаю. Сейчас нам остается только уже покинуть до конца этот лес, вернуться домой и готовиться. Готовиться к самой жестокой битве, которая нас только ждала за все это время. В любом случае, надеюсь, что видеоролик вам понравился. Вы поставите под этим видео лайк. И когда мы берем 25 тысяч лайков, мы будем продолжать наше расследование. Так что обязательно ставьте лайки, пишите ваши комментарии и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить продолжение этого расследования. Чтобы узнать финал, что же будет по итогу. Потому что мне вообще не ясно будущего каждого из нас. Не нашим оператором, не твое, не мое, собственно. А этот прыгун говорит, что он знает будущее. Он не знает. Я не знаю. Я хочу узнать ваши версии в комментариях. В любом случае, с вами был я, Вячеслав Исмаилов и Лежавия. Увидимся совсем скоро. Пока-пока-пока. Эти видеоролики, кстати, очень крутые. Советую тебе их посмотреть. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...